Здравствуйте, меня зовут Старков Георгий Александрович, я врач-хирург в Зубовской больнице. Сегодня мы с вами поговорим про диастаз прямых мышц живота. Что это из себя представляет, когда это нужно оперировать, не нужно оперировать, когда это можно с помощью физических упражнений скоррегировать, либо требуется иное оперативное вмешательство. Что же такое диастаз прямых мышц живота? Диастаз прямых мышц живота это расхождение в стороны прямых мышц живота вследствие растяжения сухожильной прослойки, белой линии живота так называемой. Возникает это когда? Чаще это возникает у девушек после беременности, либо после вторых родов, это третьей беременности. Проявляется и выглядит как, условно можно назвать, выпячивание живота вперед, бочкообразный живот, может быть такое есть глупое сравнение, пивное пузик у мужчин. В общем, так и выглядит диастаз. Как диагностировать его у себя? Нужно лечь на кровать, можно на пол, ноги поставить на ширину плеч, пятками прижав пол, согнув колено, и прижать подбородок к груди. При этом при большом диастазе возникнет выпячивание вдоль белой линии живота, либо можно будет завести руку по среднюю фалангу пальцев в брюшную полость. Когда требует оперативного лечения? Если диастаз это выпячивание более 2,5-3 см, желательно это оперировать. Почему? Ну, первое, естественно, косметический эффект. После вышивания диастаза живот становится более плоским, уходит в среднем до 2,5-3 см в талии, в объеме. Чем опасно? При прогрессирующем диастазе возникают грыжи, грыжевые выпячивания передней брюшной стенки. Вот уже через грыжевые выпячивания дырки передней брюшной стенки могут проникать наружу кишечник, пряди сальника, желудок. Проникая наружу, пряди сальника, либо кишечник могут ущемляться, что может приводить к негрозу данного органа. И требуется объемное, большое оперативное вмешательство с резекцией данного органа. Диастаз в нашей клинике оперуется апароскопически, через 3 проколы в передней брюшной стенке. По линии бикини делаются несколько разрезов, 2,5-мм и 1,1 см. Косметически все довольно-таки выражены в плане разрезов, их просто не видно. Ушивается диастаз, пациент находится у нас после операции примерно день-два, в зависимости от выраженности болевого синдрома. У пациенток он протекает по-разному, у кого-то более выраженный, у кого-то менее выраженный. Зазначение сильнодействующих об изборчивающих препаратов не требуется. Как правило, большинство активно уже к вечеру дня операции, на следующий день после операции уже гуляют по коридору. Выписка происходит на вторые, третьи сутки после операции. После операции у пациентки должен быть режим ограничительной физической нагрузки. 2-3 месяца нельзя поднимать тяжести, желательно ограничить физическую нагрузку в плане качания, пресса, работать с группами мышц живота, косыми мышцами живота, прямыми мышцами живота. Поднимать также, если вы какое-то маленькие дети, их тоже нежелательно. Через 2-3 месяца после операции рекомендовано обратиться к методистам. Либо это будут какие-то ритбиотологи, либо это в спортзалах тренера, которые будут подбирать вам упражнения на косые мышцы живота, чтобы это было более гармонично. Чтобы живот еще больше сократился, и, как говорится, мы добились желаемых кубиков на животе, совершенно плоского живота. Субтитры создавал DimaTorzok